здравствуйте доброго времени суток друзья позвольте начать очередную передачу с обзором политических событий с момента нашей последней встречи неделю назад фундаментальных изменений ни в глобальной ни в региональной политике касающейся южного кавказа не произошло и вообще если вы обратили внимание последние буквально несколько недель мировой политики произошел какой-то застой правда были известные визиты в китай того же президента франции макрона представители европы урсулы фон дер лайн и после них недавно посетила китай министр иностранных дел германии все это по всей вероятности говорит нам всем о том что вопрос участия китая в войне россии против украины сейчас волнует не только европу и только соединенные штаты но и весь остальной мир и вы не обратили внимание что российское телевидение вновь чуть-чуть сплеснулась эйфории эйфории связи с визитом министра обороны китая в москву всем вновь хочется думать о том что китай стоит стеной за спиной владимира путина за спиной россии и и обязательно поможет россии победить войне с украиной но это только лишь иллюзии иллюзии тех кто хочет выдавать желаемое за действительное и судя по владимиру путину по выражению улица по его последнему выступлению внимательные наблюдатели могут заметить что этот человек остался уже без всякой надежды тут дело даже не столько в китае если вы помните я сказал о том прошлой передаче о том что размещение путином тактического ядерного оружия на территории белоруссии никак не может понравиться не китаю не даже и и этим двум странам которых россия путин частности преподносила мировому сообществу как ближайших союзников россии но как показывает сегодняшние реалии я оказался прав вы обратили внимание что вице-премьер российского правительства денис мантуров отправился с визитом в индию и насколько мне известно индия категорически сократила весь список товаров которые потребовал мантуров от индии помощь внутренней для внутреннего рынка россии причем среди этого большого списка товаров 70 процентов были те необходимые для российского промышленного производства товары которые россия потребовала у китая в начале и как мы видим китай отказал дело в том что визит скажем эмануэля макрона имел большое значение для взаимоотношений китая с францией безусловно франция достаточно серьезный даст достаточно могущественная ядерная держава с интересами которых китай должен считаться но в то же самое время эмануэль макрон решил сделать несколько реверансов в адрес си дзимпин а вот визит урсулы фон дер ляя не лично говорит о том что си дзимпин прекрасно понял угрозы которые перед которой стоит китай если вдруг начнет оказывается военно-техническую помощь именно на украинском фронте то этим самым она может китай лишиться огромного европейского рынка точно конечно не целиком не сразу европа тоже заинтересована в китайских товарах китайском производстве китайских услугах но это может произойти частично в виде санкций или же в повышение скажем пушиных тарифов а это очень сильно ударит по китайской экономике и сегодня перед си дзимпином не стоит задача оказание путину помощи в победе над украиной нет перед ним стоит задача поднять экономическое развитие китая которая в общем-то находится не на уж таком-то уж стабильном уровне как это кажется многим экономика китая очень сильно очень чувствительно зависит от европейского и американского рынков и поэтому визит министра обороны китая в москву лично я воспринимаю как очередное давление си дзимпина на москву иначе говоря си дзимпин настаивать на том чтобы китай принимал более активное участие дальневосточных рубежах россии а не украине и еще раз давайте подумаем зададим себе вопрос насколько китай заинтересован действительности в победе россии над украиной мне кажется даже школьнику тут ясно что китай наоборот заинтересован в ослаблении россии а это полностью совпадает со стратегическими целями коллективного запада соединенные штаты и европейское сообщество именно так и поступает объявляя новые санкции россии они тем самым ослабляют россию экономически политически дипломатически и тем самым приближают тотальное поражение россии многие сейчас в мире задаются вопросом когда начнется контрнаступление украинской армии я не могу сказать точную цифру хотя называю 30 апреля но это маловероятно если уж назвали 30 апреля то это скорее всего означает что контрнаступление будет не 30 апреля может быть позже а скорее всего раньше и для этого я думаю что созрела не только поступление из-за рубежа необходимой военной техники но и климатические условия сегодня уже позволяют украинской армии успешно начать контрнаступление и я больше чем уверен визит владимира путина херсон и луганск является ничем иным как попыткой приподнять полностью упавший моральный дух русской армии собственно говоря войне против украины у русской армии никогда не было высокого морального духа потому что никто в этой армии не понимает за что они воюют то есть воевать за чужую территорию воевать за чужие амбиции ни один солдат ни в одной армии ни в одной стране не захочет и я больше чем уверен что этот визит владимира путина скорее всего окажет негативный эффект на состояние морального духа российской армии потому что в общем то сегодня всем уже стало и ясно этот человек все последние 20 лет дурил не только мировое сообщество но и собственный российский народ это уже поняли в армии это поняли и в семьях тех солдат и офицеров которые сегодня находятся на фронтовой полосе это вот то что касается ситуации в общем в целом но если говорить скажем конкретно о ситуации которая происходит складывается сегодня южно-кавказском регионе эта ситуация в той или иной я бы сказал даже большой степени зависит от того как будут развиваться события на российско-украинском фронте и это хорошо понимает илхам алиев это хорошо понимает никол пашиня именно исходя из того что россия уже практически готовится к отступлению судя по тем сведениям которые мы можем прочитать сегодняшних новостях в херсонской в частности области российские войска уже начали упаковывать ворованные то есть эти вот стиральные машины унитазы то что им удалось воровать на оккупированной территории а это говорит о том что они готовятся их отправить и вслед за этими значит ворованными ворованным имуществом они готовятся к отступлению так вот и никол пашинян и илхам алиев прекрасно владеют информацией им доставляют достаточно четкие разведывательные внутренние сообщения анализы и они знают что там творится и в кремле и на фронте с украиной исходя из этого каждый из них строит свои собственные планы каковы планы никола пашиня на мой взгляд никол пашинян рассуждает более здраво чем о море он прекрасно понимает что судьба армении как государство ближайшие годы совершенно абсолютно не будет зависеть от поддержки или скажем союза с россией потому что россии практически уже сегодня нет как скажем глобального ядерного игрока уже нет он и ядерное оружие путин не может применить потому что ему не дают следовательно у армении остается всего лишь один выход заручиться гарантией безопасности со стороны западного сообщества и это первую очередь вхождение европейский союз а уже в дальнейшем при более благоприятных обстоятельствах вхождения в нато вы обратите внимание сколько лет существует нато ни на одну из этих стран которые являются членами нато не произошло агрессии со стороны то ли россии то ли китая то ли северной кореи то ли ирана то ли сирии никто не имеет права начать войну против члена нато это хорошо понимают не только в армении это хорошо понимают во всех остальных европейских стран и мое видение ближайшего будущего заключается в том что по мере истощения россии по мере приближения коллапса экономического и военно-политического коллапса россии армении все глубже будет входить европейское сообщество другого пути в армении но это вовсе не означает что армения должна по-прежнему иметь такие же взаимоотношения с турцией которые она имеет сегодня нет конечно эти взаимоотношения уже улучшаются еще больше будут улучшаться особенно я питаю надежду на очередные выборы в турции которые приведут к власти более адекватных личностей чем хотя бы эрдоган а это уже говорит о том что взаимоотношения между арменией и турцией страной членом нато будут складываться по европейским стандартам что это говорит это говорит о том что армения должна забыть те претензии которые предъявляют к османской империи османской империи уже не существует существует турецкая республика и во вторых если уж действительно исходить из того что надо что-то признать то по всей вероятности первый шаг должны сделать в самой армении и в россии то есть открыть архивы 100 лет недавности сто с лишним лет если эти архивы будут открыты то на основе тех новых исследований которые проведут ученые разных стран не обязательно турции и армении это могут быть европейские американские ученые они могут сделать соответствующие выводы и на основе этих выводов будет какой-то компромиссный обоюдо выгодный взгляд на историю взаимоотношений армян и турков это пожалуй единственный выход потому что постоянная вражда и напоминание о событиях которые то ли были то ли нет это не вносит нормальных не дает надежды на будущее для ваших детей и внуков что касается армян азербайджанских взаимоотношений тут все коснется ситуации которая будет складываться в том регионе который когда-то назывался нагорно-карабахской автономной областью азербайджана так вот сколько бы илхам алиев не говорил о том что статуса не будет и так далее он сам прекрасно понимает что без этого не обойтись раз уж он сам позволил российским войскам разместить на верхней части арабаха жителей армении население армянского этнического происхождения то это говорит о том сколько их я не знаю одни говорят 100 тысяч другие говорят 120 тысяч сколько бы не было разницы нет для меня в любом случае люди которые компактно проживают на определенной территории они должны как-то называться или их не должно быть там или надо расселить по всей территории азербайджана при их желании естественно или же если сохранить компактное проживание то они обязательно должны иметь какой-то статус понимает это илхам алиев не понимает это меня мало волнует но тут речь идет о том что и жители верхней части нагорного карабаха должны четко себе представлять свое будущее с учетом опять же той же парадигмы о которой я говорил то есть истощенной россии которая идет к своей пропасть пропастью может ли население верхней части карабаха армянского происхождения рассчитывать на долгосрочную гарантию безопасности со стороны тех войск которые сегодня расположены на этой территории я думаю нет дело в том что как бы владимир путин или человек который заменит его ближайшее время я в этом не сомневаюсь они не смогут долгосрочной перспективе удерживать свои позиции даже в этой части регионов даже с учетом того что они располагают какими-то письменными документами подписанными илхаму малиеву который позволяет им там скажем стоять еще года три или два два с половиной вы понимаете время летит быстро вроде бы совсем недавно закончилась карабахская война а ведь прошло уже почти два с половиной года и эти два с половиной года следующие пролетят также быстро как предыдущие и и тогда я не гарантирую вам что во власти в азербайджане будут находиться илхам малиев скорее всего до конца этого года его судьба тоже будет решена и я уверен в том что кто бы ни пришел к власти в азербайджане народ на сей раз потребует от него избавиться от российских войск на территории азербайджана это будет поставлено ребром и будущее правительство азербайджана демократическое полудемократическое это уже другой вопрос но потребует вывода российских миротворцев так называемых миротворцев с территории верхней части карабаха в этом не должен сомневаться ни один житель нагорного карабаха который сегодня надеется на свое будущее да безусловно будущее армении более благоприятное чем будущее верхней части карабаха это тоже должны понимать и в армении и на горной части карабаха я не не сторонник того чтобы насильно депортировать какие-то каких-то людей куда-то это сталинские методы никто насильно депортировать никого в двадцать первом веке не будет и не должен но другое дело народ сам должен выбрать собственное будущее не только для себя но и для своих потомков речь только о них идет о потомках я думаю что если сегодня многие из вас примут решение то ли переехать в россию то ли переехать в армению то ли переехать во францию или в другую европейскую страну это будет правильное решение даже в россии естественно россии режим рухнет но это не говорит о том что даже разбитая на нескольких частей россия не будет существовать она будет существовать в другом варианте несколько мелких государств по образцу ссср ссср был огромным гигантом на нежных ножках которые упали так вот россия тоже сегодня выглядит иначе завтра обязательно это будет осколочное государство после развала путинского режима но в любом случае мне лично кажется что в окончательном скажем года через два в окончательном виде эта вот структура которая сегодня находится в верхней части Карабах она будет выглядеть не сто тысячной не сто двадцати тысячной коммуной а это будет значительно меньше там скорее всего сохранится где-то от силы двадцать двадцать пять тысяч коренных карабахцев которые действительно там имеют корни оттуда и они захотят остаться там и признать юрисдикцию азербайджанской власти не азербайджанской власти того правительства которое придет на смену этому диктаторскому режиму теперь что касается диктаторского режима вы знаете недавно Илхан Мариев встречался с главой Боснии Боснии Герцеговин и я вам должен сказать что это в общем то на мой взгляд символическая встреча дело в том что насколько вам известно Босния Герцеговина имеет такую же проблему этническую примерно всего одинакового ничего нет в мире одинакового совершенно но примерно похожую ситуацию имеет и Боснии и Герцеговина как и Азербайджан то есть в составе Боснии и Герцеговины существует сербская республика республика сербская так вот там всего где-то из общей численности скажем 3,5 миллиона населения всей Боснии и Герцеговины эта часть составляет насчитывает примерно миллион сто тысяч но и все не все они сербы конечно но большая часть 80 процентов так вот ну примерно такая же ситуация скажем была в свое время в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана там тоже проживало примерно где-то 60-65 процентов армян 30-35 процентов азербайджанцев так вот это было ну больше известно событие там не осталось ни одной азербайджанской семьи так вот встреча Илхам Алиева его интерес инвестировать в Боснии и Герцеговину это все пустые разговоры для в общем-то замазывания глаз на самом деле мне кажется Илхам Алиев всего лишь хотел подчеркнуть и для армян проживающих на территории Азербайджана сегодня и для армян проживающих в Армении для всего мирового сообщества в первую очередь европейских структур что Азербайджан сегодня в общем-то готов рассматривать ту же схему по которой был разрешен конфликт тоже кстати кровопролитный конфликт который произошел на территории Боснии Герцоговины из-за этого вот этнического столкновения но как вы понимаете там конфликт был решен с участием Соединенных Штатов и НАТО а это уже мне говорит о том что постепенно Илхам Алиев готов склониться к мысли склоняться к мысли о том что не Москва не Россия не Путин а именно европейские структуры и Соединенные Штаты должны принять активное участие в решении конфликта в Азербайджане и не обращайте внимание на то что Илхам Алиев заявляет никто не имеет права вмешиваться в мои внутренние дела карабахские конфликты это мои внутренние дела я сам должен буду решать это глупое заявление потому что он сам не может это решить во-первых сегодня ему не дают решить русские войска которые там находятся а завтра даже если русские войска уйдут им на замену обязательно придут миротворческие силы других стран и безусловно встречи контакты соглашения договоренности между так называемыми сегодняшними сепаратистами и верховная власть Азербайджана то будет ли это Илхам или будет ли какой-то момент не имеет значения будет происходить при содействии третьей стороны уже скажем не российских миротворцев а европейских и это выгодно не только армянам это выгодно и Азербайджану как государству как нации ибо европейские структуры их миротворцы во-первых они не вооружены бронетанками самолетами артиллерией это совершенно не является обмундированием и обеспечением миротворческих сил в мире только Россия может позволить себе такую роскошь обеспечивать своих так называемых миротворцев танками и артиллерией и так далее миротворцы должны быть легко вооруженными так вот эти миротворцы европейские или же международные как хотите называть они скорее всего будут придерживаться европейских стандартов а это международное право а международное право призывает соблюдать гражданские права любой этнической группы с предоставлением ему свободы с другой стороны требует соблюдения со стороны этой этнической группы всех обязательств по отношению в той стране в которой они проживают центральной власти к уважению конституции к уважению языку и всех законов которые принимаются в этой стране и кстати чтобы Илхам Магеев знал да и не только он те которые сегодня являются его сторонниками они должны представить себе что дело не заканчивается статусом той или иной региона Азербайджана дело в том что после того как определяется статус эта часть страны это население страны конкретное оно имеет право иметь свое представительство в парламенте в государственных структурах иначе говоря представитель того же Нагорного Карабаха или как он будет называться я не знаю будет сидеть в парламенте Азербайджана я не знаю будет ли он выступать на армянском языке в парламенте Азербайджана с переводчиком или он выучит азербайджанский язык в будущем и сумеет выступать на азербайджанском языке но это нормы которые надо соблюдать и азербайджанцам и армянам если уж ты стал депутатом азербайджанского парламента то будь любезен выступай на азербайджанском языке или если ты вдруг стал министром в кабинете министров Азербайджана но ты этнически армянин и ты твое происхождение из Ханкянли то ты конечно должен руководить своим министерством владея азербайджанским языком то есть это те детали которые должны представлять себе все живущие сегодня и в нагорной части Азербайджана Карабаха и в остальной части Азербайджана они должны понимать что цивильные взаимоотношения происходят только таким образом хотите вы этого или не хотите иначе война иначе другая война но война не выгодна сегодня ни Армении ни армянам которые проживают в верхней части Карабаха ни тем более азербайджанскому народу так что остается только вот такой мирный цивильный подход к разрешению конфликта и последнее что я хотел бы сказать это уже в адрес тех кто меня слушает в Азербайджане приближающиеся столетия Гейдара Алиева но я уже в прошлой передаче говорил о том что самым главным самым основным самым очевидным врагом азербайджанского народа был Гейдар Алиев и его сын Илхам Алиев так что черствовать столетия врага народа это конечно немножко стыдно дело в том что ведь вы посмотрите сейчас какими целями занят Илхам Алиев к столетию он пытается чтобы в других странах в той же скажем может быть Босни-Герцеговине назвать или улицу или парк именем Гейдара Алиева или даже поставить ему памятник никак не меньше дело в том что это увлечение этим они занимаются не первые годы так вот дело в том что они не предвидят очень опасной тенденции опасного взрыва который может произойти в первую очередь европейских странах дело в том что скажем отдельные руководители таких мелких государств как Босния и Герцеговина не имея специального образования сегодняшний президент Боснии эта дама с очень трудным именем я не запомнил она имеет образование учителя английского языка она вправе не знать кто такой Гейдара Алии ей представили Гейдара Алиева допустим как президента Азербайджана бывшего президента но ей не представили Гейдара Алиева как генерала комитета государственной безопасности или скажем члена политбюроц как в СССР а тут огромное значение имеет дело в том что в той же Боснии и Герцеговине или в Венгрии или в Болгарии или в Словакии это не имеет значения отношение комитета государственной безопасности СССР очень однозначное у европейцев очень сильная чувствительная память в отношении комитета государственной безопасности этой системы которая творила зло не только на территории СССР но и на территории Европы это хорошо прекрасно помнят европейцы и то же самое отношение к политбюроц как и ПСССР которая принимала не всегда адекватные решения в отношении Венгрии и в отношении Болгарии в отношении Польши так что оппозиции в этих странах те которые борются за власть с теми кто сегодня находится они прекрасно могут использовать этот аргумент чтобы объяснить и народу своему и собственным правителям что нельзя возвеличивать генерала комитета государственной безопасности у которого руки по локоть в крови это могут сегодня не понимать в Азербайджане в Азербайджане есть такая часть населения которая считает что человек работал на КГБ значит большая умница это враг потому что комитет государственной безопасности был врагом не только азербайджанского народа но и врагом всех других народов населявших СССР и даже восточную Европу вот это очень важно и что пойдет после этого после этого пойдет волна сносов этих памятников по всей Европе переименование этих улиц и парков которые уже назвали совершив ошибки вот тогда и международная общественность и наконец в Азербайджане все прошутся и подумают а в чём дело оказывается Гейлер Альич такой плохой человек мы то не знали мы думали это национальный герой вы посмотрите сколько памятников в Азербайджане придется разрушать это же труды скульпторов не жалко денег которые в общем то уходили из бюджета на эти памятники но придется их сносить придется перевиновывать тот же аэропорт имени Гейлер Альиева или те же улицы по всему Азербайджану разбросали какие-то памятники Гейлер Альиеву уголки парки чуть ли не дома культуры имени Гейлер Альиева то есть своего рода маузыдун Азербайджанского разлива я надеюсь я доживу до того времени когда в Азербайджане наконец проснулся и сумеет воздать должную оценку не только Гейлер Альиеву не только Илхаму Альиеву и его скажем семейству его жены но и всей современной истории Азербайджана которая нуждается в фундаментальной фундаментальной фундаментальном пересмотре вот на этом я бы хотел завершить эту передачу и поблагодарить вас за внимание и пожелать вам всего самого наилучшего до следующих встреч